МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Мы опять в эфире, я опять рассказываю об офицерах. Я веду цикл «Офицеры Течни». И сегодня я пригласил на нашу беседу капитана Белого Ранга, Лениева Ибраима. Ибраим, я разговариваю, веду передачи, рассказываю об офицерах Течни. О летчиках, о связистах, о всевоисковиках всякого рода, всех андов войск. И вот сегодня очень дошла до моряков, подводников. Ибраим, я бы хотел, чтобы ты коротко рассказал о себе, чтобы я хочу тебя познакомить с нашим зрителем. Коротко рассказал о себе. Когда бился в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане, в Ламехе, в Джамбульске, в области. В 1957-м он вернулся домой, ужился в связи с болезнью, болел. Ведено в лесной школе, в Чижке лесной школе. Потом учился в 37-й, 11-й, 26-й школе. Тогда и в 18-м. Запало в душу быть моряком. Потому что у брата старшего были друзья. Они поступали в Севастопольское высшее военно-морское. Именно на подводниках. Ну, там так пошло, их отчислили. А мне просто запало в душу. Не знаю, они своеобразные. Потом в 1969-м окончил первую школу-интернат в заводском районе города Грозного. Год отучился на вечернем нестином институте. Потом поступил в Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище. Почему инженерное? Это училище открылось в день нашего возвращения в ссылку в 1957-м году. Там было три факультета. Первый специальный. Готовили на атомных энерговоснованиях для атомных подводных лодок. Второй электрический. Факультет. Третий дизель, понятно, на дизельно-экторической лодке. Служил на северном плоте атомном. На атомных подводных лодках. Служил на многоцелевых, 671-й проектах. Потом сложились обстоятельства так, что заболела дочь. И за нее меня списали. И привели служить в город Владимир. В областной военный комиссариат начальником части ВМФ. Постужил там, но, как всегда, хочется большего. Я отработал то, что можно было там получить. В академию поступать не видел смысла. Потому что мы так считали, что... И так учились пять лет. Попросился на военкома. Был Кольчугинским горвоенкомом. А служив там, предложили в Москве, под Москвой служить. Это полтора километра от города Видное. Служил там. Потом предложили поехать в Тишню. И с этого момента начался самый трудный период в моей жизни. Я не лгу. Служить было намного легче. Но тогда еще нельзя забывать, что власть советская власть. Перед той слабой. А попав сюда, я понял, что власть не так однозначна, как нам ее рисуют. Потому что... Это в каком году? В 91-м. В 91-м. И вот тогда... Минутку. У тебя академический значок есть. Это... Вот. Робик. Это значок об окончании Севастопольского высшего военно-морсового жерна. Вот это, да? Да. А второй робик в будущем... Это гуманитарный вуз. Да. Я когда служил на Севере, а у нас отпускал подводника большие, по два месяца, два с половиной месяца, я загорелся историей. Тогда я поспел в наш Шеннегушетский государственный университет. Там... Исторический факультет, да? Исторический. Ну, так получилось, что ездить на сессии каждый раз, два раза в год у меня не получилось. Я перевелся в Владимирский педагогический институт имени Лебедево-Полянского, который я окончил. Когда ты попал в Шеннегушетский государственный? В 91-м году. Это откуда? Из Кишинева? Нет. Город Видное. А, Видное. Переводом попал сюда? Переводом. Я помню, когда ты приехал сюда, военкомом. Да. Я сменил Куницына. Ага, военкомате там. Ну, раньше, то, что было обычно в те годы сельской власти, назначать военкомом, то ли районного, то ли городского, но я же не говорю, рецепт-бурганского и дальше, всегда требовалось решение местных советских властей. И партийных тоже, же, думается. Поэтому там заминка была, когда сюда шел. Евгенштаб долго не отвечал. Два месяца, по-моему, в Москве не отвечал. Я уже звонил, говорю, не мешать, не дашь служить. Я выбираю себе другую судьбу. Мне жаль, неделю, подождите, и вот так я и попал. Они, видимо, позвонили сюда, сказали, что не подходят. Видимо, не я же один кандидат был. Мне стоит забрать, что за все время существования советской власти, это был первый, то есть я был первым военком. Скажем, коридорной национальности. Это вызывало очень большой дисконант. Потому что МП-81, это мавильсионный план Советского Союза 81-го года. Если у открытия, там четко сказано. Я сам это читал. Можете меня проверить. Написано, не предназначать из запаса на атомной и подводной лодке, сверхсухая авиация, из чеченцев, ингушей, балкарцев, кумыков. И пошел весь перечень выстиленных народов. Но есть звездочка, сноска, примечание. У нас в Советском Союзе что было главное? Морально-политический качество. А там стоит предназначать только в случае, глядя по умственным способностям, а потом идет морально-политический. То есть, в это время, может, нам нужно было в истории. Потому что, как мы говорим, мол, сейчас говорим, система занялась, система неправильная. Мол, то, что делали неправильно, из-за идеологии. Но это смена эпох, вывел, кто есть кто. Это вообще надо было. Мы просто, как сказать, слишком долго питались. В одном столе. А надо было давать вольный выпуск. ИРМ, с чего начал, приступив до работы в Вальком Грозном, с чего ты начал? Ну, не знаю, есть такое чувство, как седьмое чувство. Это есть у каждого человека. Но я скажу с того, что я, начиная с этого, присядь с зимом, как я забрали вот эти шишки и видя, но все это дало мне какую-то осторожность в поведении. И в эту осторожность я принял, когда поступил сюда. Я, когда пришел сюда, я прилетался в начальник. Кто есть кто? А тут, ну, не мог обратить внимание, физически не мог, на себя Джохар Дудаев. Поймите, для меня военного генерал-майор, это очень многое значит. Почему? Потому что каждый, действительно, каждый солдат мечтает стать, говорят, генералом. Да, генералом. А тут, ну, не бьет никак. Между словами и поступками. Тогда, до сих пор помню, первая моя команда была, серьезная команда, уничтожить команду 100. Это в каждой моей команде были такие команды, где отбирались сами представители войсковых частей. Команда 100, это была, отбирали кто? КГБ, МВД. Это были, так сказать, их лица. Это же спецподразделения. Да. Засекреченные. Засекреченные, да-да-да. Да-да-да. Это была команда 100. Команда 100, уничтожили. Картотеху до них, команду. Уничтожили. И так он начал постепенно, постепенно, начал очищать, или защищать, не знаю, как правильно сказать, тех, кто мне был дурак. Но я знал, что что-то ты, ну чувствовал же. Вот такие мои первые шаги. Вот еще давай команде 100. Ты уничтожил документы, которые находились в этой команде здесь, в Грозном. Да. Эти члены, это команда 100 были местные? Местные. Дал команду уничтожить документы Дудаев? Я. Ты дал команду? Да. Потому что попадение в руки Дудаев был врагом. Да-да-да-да-да. Он тоже был врагом. Под угрозой это могли быть. Но я могу сказать, это мое мнение, конечно. Команда 100 себя вывела в годы военных действий. Не знаю как, но я видел, видя, но видел. Когда приезжал сюда, как председатель генерального штаба, игру, общался со многими, не знаю, сейчас живы или нет, но я видел того, о ком нельзя подумать, которые работали и хорошо работали. Но должен сказать большое спасибо вот сейчас. Никто из них так хорошо не работал. Есть у нас такой поэт Сулейманов. Топонимы Чеченской Республики. Амад Сулейбану. Я с ним не знаком. Я хорошо знал его. Я прочитал эту книгу, но когда у меня увидели ребята из ФСБ игру, из-за этих книг чуть не было драки. Мне ее не вернули, конечно. А зачем она им нужна? Топонимы. Там все расписано. Какая высота, какая речь, как лес, как местность называется. Понимаете, все в куче надо сравнивать. Большой висит на расстояние. Вот так и получилось. И тут же он лучше помог, чем другие. Своим знаниям в республике. Ну, это же книга на чеченском языке. Нет. И на русском языке. По-моему, в эти годы, когда ты уже был здесь, призыва в роды армии не было среди чеченцев. Был только один призыв. В 1991 году Чеченская республика ежегодно по весеннему и оседнему призыву поставляла примерно по 5 тысяч призывников. Представьте, год получается 10 тысяч. Почему? Республика славилась. Где только не служили. Когда я попал служить на север, я был, ну, жил я в центре этого, Севроморск-7. И там, когда мимо ходили, вот слышишь чеченскую речь, на севере, это, Мурманском за Мурманском, 119 километров, даже, 121. Закрыто город. Ну, это столица атомного флота. Да, 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 да. Сейчас говорится, один из Шали, другой из МРТУ, помню, человек 10 там было. Подружились, я хоть и все, они солдаты. На первом интере жил. Я им ключи оставлял. Приходили, не готовили. Ну, жили очень, как-то дружно жили. Они во всем помогали. Мне и я помогал им, сколько мог. Теперь давайте вернемся сначала к службе в дофлоте. Это подводник. Да. Первая должность твоя? Это командир группы дистанционного управления. Что это значит? Это управление тебе принадлежит отсек, вот, например, мне понравился реакторный отсек. Там реактор установлен, установлена вся аппаратура вспомогательная, механизмы, приборы, механизмы. Вот за это ты несешь ответственность, чтобы он был в отделе в состоянии. Хотя находиться там при работе реактора, чтобы не было облучения в самих отсеках, да, Не отсек, там, вот отсек, и он разбит пополам как реакторы. Идут, там сохраняется вакуум. Например, когда отверстируют втягиваешь туда, воздух втягиваешь, чтобы радиоактивные аэросоли не проникали в отсек. А ты находишься за отсеком, а дежуриваешь обычно на пульте управления ядерным реактором. Вот это была моя особенность. Вот с него я ушел с этой должности. Это же довольно неприятно опасная служба рядом с реактором. А водитель что? Это простая служба. Да, это да. Хотя считается в мире это одна из самых опасных профессий это водитель. Да. Когда ушел в отставку, с какой должности и где-то до этого зажил? Так, в 97-м году я был назначен зам военного комиссара юго-восточного округа города Москвы. На это должности служил год, потом меня опять перелез зам военного комиссара южного округа города Москвы. Где-то служился до июля 2001 года. Ушел в отставку. Еще, знаешь, когда я здесь разговариваю с офицерами, с полковниками, полковниками, они командовали авиационными полками, соединениями и вдруг резко прорываются в службах. И прорываются службы так неожиданно отправляют в отставку. И им официальный говорят, а так по дружбе связь много. И говорят, старик, извини, но нам поступил приказ, что тебя надо отправить в отставку. Вот такая трагедия у человек 9-10 я прошел все. У всех такая трагедия. Обрывается на взлете. На взлете обрывается. да, Ельцин, да, время, да, война. Ну, что поделось? Было, было. Бог с ним. Время их рассудит. я тебе благодарен, что ты прошел сюда. Мы с пододавным знакомым, поэтому на Тэй. Большое спасибо. Я желаю тебе здоровья. В наши годы, когда я был молодой, мне говорили, Хамзат, как дела? Сейчас говорят, как здоровья. В наши годы пожелаю здоровья. Я тебе очень благодарен. Удачи тебе, полковник. Как у вас говорят... Неполковник я, неполковник я. Я никогда не буду. Как кап раз. Первый ранг? Капитан первого ранга или капраз говорит. Капраз. Да. Вот сокращенно. А первого ранга не говорят. Обычно говорят офицеры. Да, да, да. Капраз. Да. Удачи тебе. Спасибо. Гурдова дёда. Да, мола. Редактор субтитров Корректор 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 Корректор